Что вы тут? Как вы тут? Потихоньку Нормально Ничего не дает делать Идите, мне так удобно Мне компьютеры надоели Мне то надоело Я здесь Давай я сделаю хоть капусту раз Какая вкуснятина, говорю А чем тебе корм, Марина? А? А я тебе тетрадь отдам, я все записываю Ой, что мы только не ели И мидии ели И всякие Моцарелла Докладываю до каши какой-нибудь Какуюсь кашу у меня нашла Как семена А как она называется? Амарандо Амарандо Такое мелкое, но долго варится Сразу всплывает, а потом начинает вариться Я ни разу не ела Точно в масле она все И такое масло ложит В салаты ложит виноградные косточки Потом там кукуруза, тыква нарисована Такие косточки, оливки А вот такое суп Она заправляет, взяла пачечку масла Его растапливает Только не до кипения Выливает такой лоточек маленький, застывает И понемножку ложит Кашу сварила По срединке разрыбла Туда положила чуть-чуть масла Вокруг может брынзу Или вот это моцарелла Как оно такое наложит То еще какой-то сыр Сулугуни Ну в общем все такое Мидии, да? Мидии Гречневый соль Сейчас она провалится На тебе побольше А ну подними голову, пожалуйста Стой, стой, стой О, давай, давай, ложись О, так лучше, так хорошо А вы потом почитаете в тетрадке все, что вы ели Так давай, принеси мне тетрадь Ты не принесла? Я ему зачитаю Вы прям тут хотите? Да, принеси, я покажу, что мы ели Написано на страницах Маринка Я ты пойму, почему она рвала Она каждый раз раз Я говорю, слышишь, это я должна три раза Мне на газовой сильно нельзя Три раза жрать готовить Три раза каждый день Разные Разные И клубника там есть у пищи, так обложит То яйцами порежет Ну красиво Стол она как в ресторане Можно в ресторане работать Красиво, правда 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 Хорошо Кашей сильно не увлекаемся Сахар один раз был Почти семь показала Это раз такое А то меня семь с чем-то Восемь и восемь Восемь и семь Вчера было восемь и семь А сегодня Вылечить или прокормить? Девять и шесть Я тебе сейчас почитаю Вот смотри Один день возьмем Так, сейчас возьмем Какое число Допустим, девятое праздничный день, да? У нас был День Победы, да? Девятого мая Значит завтрак был Семь и два был сахар Показала Семь и два Завтрак Девять пятьдесят Лаваш Какой же она написала? Чипа одесский Чешо Лаваш с творогом Желтый И укроп Свежий помидор Болгарский перчик там Огурец Вот Потом Кольцами сикру А-а-а С икрой она делала Трески икра Такие Наверное Огурчик с икрой Наверное Чай диабетический Перекус был в двенадцать тридцать Грифт рук Обед Четырнадцать сорок Суп овощной Свежая морковка Молодая Сладкий перец Так Свежий Бутерброд Сделала она Красная икра Слабо Соленая Брала на рыбу Хорошую Она была Немножко суховата Семга была И она делала Эти Бутерброды Хлеб Цельнозерновой Ели мы На закваске 50 грамм Масло Сливочная Чайная ложка Без верха Сок томатный И жменька Свежей кубники Ужин Индейка После обеда Ужина Нету ничего Ужин Индейка Запеченная Сквашиной капусты И молодой Картошкой Индейка была Запеченная Сквашиной капусты И картошкой А у нее таблетки Есть инжар Где они заканчиваются А у нее если бы После них закончится Прололок еще есть Если я закончу Прололок буду пить Оно то же самое Татьяна Она уже не чешется Татьяна Васильевна Поставьте пожалуйста У нас столик Поставлю Ничего страшного Это моя Я пью Так что никто Все Дальше Что я сказала Обед прочитала Вечером Индейка запеченная С квашеной капустой И молодая картошка Она вот так Помоет ее Со шкурками Молодая Их не надо Ничего не морочить И туда Туда У рука В рука Запинала Потом Что мы еще ели Подожди Подожди Что мы еще Клубнику ели Тоже чай такой же Я стала чай больше пить Сухофрукты кончились В основном чай Утром и вечером чай А в обед Можно воду И мы начали Шум и зайчик В обед В обед Вода Вода Да И капали там Помнишь бальзам стоял Без этого Без алкоголя Туда оно сладенькое получается Как компот Не то что с башкирии я их давал То с алкоголем То большая А то маленькая у меня здесь бутылочка Оно на столе стоит Туда бросали как компот Так Теперь Десятого мая завтрак Десять часов Листовой зеленый салат Зеленым луком Петрушкой Помидоры Черри И плюс два Вареных яйца Масло Виноградных косточек Уксус Яблочный И морская соль Вот это такой Салат Понял Красиво сделала Тут листья По краям Такими дольками Этих яйца А посередине Маленькие черри Помидоры Он на глаз Очень красивый Зеленая Желтая с белыми Красные помидоры Ресторан Тут в ресторане Пускай пойдет Так что Что бы еще Сейчас Без этих Так Так Огурцы Сладкие И кольцами И икра И стрески И чай Яметический Вот это У нас был завтрак Такой Везет нам Теперь Перекус 12-30 Опять рейфтрукт Оно полезно Надо было есть Потому что будут пропадать Суп Бутылки через соску Обед 14 часов И тут даже Соска срезана Вот так И бутылку нажимаешь Вот так Чтоб лилось В рот вставляешь Так нажимаешь бутылку Так Теперь Хорошо 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 Что так Дальше Дальше Десятого Мая Листовой Зеленый Я читала Зеленый Салат Зеленым луком Петрушка Помидоры Черри И два вареных яйца Виноградные косточки Тоже Уксус Яблочный И С копченой С красной рыбой Вот Потом Хлеб Цельнозерновой 50 грамм И так же Телефоны забрала Это чай Перекус В обед 15 часов Ухо Ухо Изы Ухуила Лосося Ну с красной рыбой Так Отварная 50 грамм Лапша Из Коричневого Риса Две столовых Ложки Вот это есть такое Потом салат Из свежих помидор И зеленый Не Что ж такое Зеленый Базилик Помидор с базиликом Она привезла Он хороший Напоминает мяту Ну она говорит Я люблю зеленый А вот в Грузии Мы делали В армянском селе Если поедут Да Такой красивый Темно-темно-бордовый Базилик Он разного цвета Вот Теперь Зеленый базилик Оливковым маслом Вот И все И запивали обратно Вот таким же напиток С бальзамом Ужин 19-30 Салат Из Сейчас 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 Салат Свежий Потертый на терку Из этого Из свежих огурцов Редиса Укроп Теперь Гречневый Какой-то Йогурт был Заливали этот салат Йогуртом Густой Гречневый Да Да И тоже чай Вот так вот И запеченную индейку ели еще Вот и на ужин Крепко Потому что едим Если мы в семь Потом У девять часов Ну пускай полдесятого бывает Кефир без ничего Или ряженка Все И до самого утра Ничего Ни орешков Ни брать Ничего не надо есть Перекус только один А если бы это все было в больнице Ты бы ее Ну вот Когда еще ждал результат Вот это бы зачитывание было бы там Понимаешь Вот сегодня Ну вот так все время Так все время такое Все разное Гречневый суп варила Вот она тоже маслом заправляет Туда без мяса Как тебе без телефона живется Нормально Ну как без телефона Нельзя Ожидаем анализы Как анализы будут Потом все нормально с тобой Вылезешь оттуда Вот за это время Дважды при Марине Звонила только Свете Дважды Приказ никуда Все За Авсамела ничего Кому надо все смотрят Все Ничего никаких обсуждений Даже Свете Она просто сказала Я что-то не вижу сам Велку Я что-то не Он не передает Не может Говорю Не может Просто не может Разговаривать Все Там помашешь Даже Свете Марина сидела дома А так я никому не звонила Позвоню Я ей говорю Что не звонила А она же такая Все в компьютерах понимают Заляне скажет А кому вы без меня Звонили Когда я в магазин ходила Или там Выбрасывала мусор Поэтому я не брала Ничего Я не даром Клянусь и Хрест Конечно А так как деваться некуда Я могла перестать кормить Понимаешь Поэтому мама решила Пожертвовать Пятагурами Я это ты недавно сказала Перестав А так вообще Сказала Я недавно только сказала Эдик 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 Ира И мы Все Кровные До свидания Хоть обижаются девчата Хоть не обижаются Танюха позвонила Надя тоже позвонила Маринка трубку брала Сказала Татьяна Васильевна На вас даже не пытались звонить Они звонили А Таня позвонила уже после девятого Поздравила Говорит Маринка молодец Фотографии отправила На Тане Эдику отправила Тебе Сказала Таня Татьяна Васильевна Ухоженная Как будто бы я уже не умывалась Но сегодня я костюм одела Чтобы показать Что я такая же Как была 30 лет назад Что я не была такая Я не была Никуда я не была Оторвитесь на секунду От тетради Вот послушайте Я вам прочитаю Кое-что другое Вы поймете? Ну все Самалка Оторвитесь Я вам прочитаю Послушайте Вот как вы это поймете Вот послушайте Я вам прочитаю Ну притчу Вот не только вот эти записи кулинарные Слушайте Прохладным весенним днем Улитка начала взбираться По вишневому дереву Стояла весна И вишня была покрыта Белым цветом Вороги на соседнем дереве Стали подешаться над улиткой Зачем ты лезешь на дерево? Разве не видишь Что там нет ягод? Да и дерево ты выбрала Самое высокое Но улитка не останавливалась И отвечала Я уже сейчас вижу Что это дерево Цветет обильнее других Значит и ягод на нем Будет очень много А когда я доберусь до вершины На нем Как раз и вишни Созреют Что? Залезла наверх И что? Вишня Когда я доберусь до вершины На нем как раз и вишни Созреют А созрела 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 Да? Поняли о чем эта притча? Вишня это На вишню залезла улитка Я поняла Да? Вишня такая Да Ну Ну А с нее воробьи смеялись Говорили Вишня Начала взбираться По вишневому дереву Стояла весна И вишня была покрыта Белым цветом Воробьи на соседнем дереве Стали потешаться Над улиткой Зачем ты лезешь на это дерево? Разве не видишь Что там нет ягод? И дерево ты выбрала Самое высокое Не останавливаясь Улитка ответила Я уже сейчас вижу Что это дерево Принесет очень обильные плоды И ягод на нем будет Очень много А когда я доберусь на вершину Как раз и вишни собреет Ну я первый раз это поняла Что ты читала Что вы поняли? Вообще Это такая притча Понимаете? Об этом надо подумать И сделать выводы Вот как бы Это Ну она Выдержку имела Эта улитка И что-то должно было случиться И она пока лезла В нее Это что она думала Но у нее получилось И вишня созрела Не надо торопиться Ну не только кулинарную тетрадь Ну я понимаю Особенно когда вот ваш сын Не обращать внимание надо на тех Кто если ты задал себе цель И ты видишь что тебе это надо Надо двигаться вперед И все Не обращай внимания На воробьев которые сидят На соседних ветках И смеются с этой Делать то что тебе надо То что ты думаешь Ну в общем Так она и сделала Она ж так и залезла Сделала Угу Понятно Да Вот когда вот Ваш сын Приезжал в онкологическом отделении Понимаете Вот он пришел сейчас Сказал что у него Нормальные результаты Что слава богу Не подтвердился этот диагноз А вы ему Кулинарную Что вы еле читаете Ну ничего Это тоже надо почитать А он вам говорит А я через трубочку даже еле ем Понимаете Да Ему плохо А вы ему сейчас Вот это вот Вы понимаете Ну понятно Он же сказал Чем Марина кормила Я говорю Я тебе покажу тетрадь Чем кормила А в него перед этим спросила Ты что нибудь кушаешь и ешь Я этот вопрос задала заранее А то что я читаю Так что ж теперь Мне тоже запрет было Запрет И куда не поеду Они все едят Я сижу смотрю Нельзя значит нельзя А в него по другой причине нельзя Есть хочется А нельзя Потерпеть Как мне говорил Бог велел Терпел и нам велел Вот и все Он мне сколько учил И мама не дает Бог таких испытаний Что человеку оно не под силу Дает такое Что человек справится Вот и все И я просила Для чего я сколько молилась На колени плакала Маринка здесь А я в той комнате Слезы меня ручьем Перед операцией Ту ночь не спала Потом после Потом опять нервничем А что А как Когда будет результат Что и как Опять на нервах Ну слава Богу Не зря Я Богу сказала Ни ты Ни я Никаким Не будем отвечать Никаких матов У такие передряги Нельзя вступать Потом каждый человек думает А как я прожил А что я сделаю не так А пускай Бог Прости А для того чтобы Такого не было Надо не обращать внимание Ни тебе Ни мне Ты читаешь Говоришь слух А мама здесь смотрит И переживает Ты там огрызайся Я здесь Понимаешь Вот так вот А нельзя Хай говорят Все равно Рот не знала И тебя был негативный Один я слышала Та поизвинялась Которая говорит Я не знала Что такое будет А Маринка стоит И говорит А если ты даже не знала Разве можно Чужому человеку Вот такое желать Не знала А та знала Ты уже лежал в больнице И все равно говорит И таких есть Было И будет Мы их не истребим Просто ноль эмоций Бог всем судил Все Читаешь глазами И не говори вслух Ни я не буду нервничать Ни ты Пускай ему пролетает Ты же знаешь Что еще не вечер В конце говорят И ты так сколько И я такое говорю Вот не надо продолжать И никому не вражать Да Просто никто не знает Что завтра с кем случится Ничего продолжать Продолжать не надо Но никто не знает Завтрашний день Мы все ходим Под Богом Все Вот это все Вспоминайте о Боге Когда своего сына к черту Вот так И все так же Если что случится Каждый идет Ой боженька Что ж это такое Я же никому ничего не делала Ой проси Когда уже случится Потом говорят А так не особо Думают сегодня двадцать А завтра будет двадцать Так хватает каждого Это такое дело Он малыши уходит Сколько я лежала Видела Рядом больница была Онка Мальчики девочки Лысые головочки ходят Они ангелочки Понимаешь И все А я отвечаю за грехи своих родителей Да Вот и все Поэтому сынок Вот так Не надо Я что-то в это не верю А чего так Лучше если Игнорируй и пей Пой песни Дай Бог все наладится Пой песни Я отвечаю за грехи родителей Да ну что это за бред Ну самый хороший Человек родился Что виноват Что там его мать творила Хай она сама за себя отвечает Вот это карму его родителей заработали Так что А отвечать приходится детям А ну хай Бог мой Да Ну что делать Так и есть Все Потому что считают Нету большего несчастья для родителей Чем несчастья их ребенка Вот пытаются так наказать Но видно не каждый это понимает Ну не знаю Я что-то не верю в это Но я не согласен с этим категорически Я не хочу думать о том что Человек Ну при чем тут родители Вот я родился Я чем виноват что я должен Ну карма С детства болеть чем-то таким Какая карма А моя карма где А где моя карма Почему я карму родителей А почему не Моя Моя А моя где карма Ну Что я чужую отрабатываю Я свою должен отрабатывать Мои дети будут отрабатывать твою карму Так и есть Хорошая или плохая Карма это ж не значит что-то отрицательное Хорошая или плохая Не знаю Так что все сынок Все тут Мамы карма хорошая Теперь дай Бог Чтоб тебе все хорошо зажило Чтоб ты мог кушать то что тебе хочется Что хочется Ой Марина Есть хочется Да Ну понимаешь Кissen Но и правда есть хочется Я смотрю на всю еду Это ужас Ну ты думаешь что это Скучно было Пусть это будет самая большая проблема То что ты хочешь есть Понимаешь То что ты попьешь сейчас Вот эти протертое питание Пусть это будет самая большая проблема Я тоже так думаю Я не могу И так, как ты раньше кушал, ты сам себя отравил. Тебя даже твои хорошие. Зрители писали, кто ж так делает? Сегодня голодаешь, а на завтра с холодильника открывают одно за одним отбивные. Давится, он не жует, он глотает. Разве так голодать на второй день? Бульончик надо. Чаек бы какой-то выпил, какую-то фрукточку съел. У людей нет возможности. Тебе есть возможность купить. Не отказывать себя ни в чем. Только то, что можно. Ты же переболел Боткина. Это же зараза такая. Вот многие, кто в детстве болел, кто постарше, заканчивается чем это Боткина? Это очень плохо. Циррозом, понимаешь? Поэтому нельзя тебе сильно копченого и вот такой голодать, как ты. Не надо голодовать. Не такой ты толстый. Не такие люди не голодуют. Нормально. Главное, чтобы здоровье было. А как получилось, что Самвел в детстве заболел вот желтухой, да, болезнью Боткина, а вот больше, ну, Эдик не заболел. Ну, Ира там, наверное, уехала. Ну, бачишь, кровь. А почему Эдик не заболел? Это же такая болезнь, как бы. Да, они меня тоже спрашивают. Вы болели, Боткин? Я не болела. Я не про вас. Я говорю, вот такой же ребенок. Я слышу за детей. А почему так получилось, что Самвел заболел, а другие вот как он мог? Ну, а что ты хочешь, чтобы все болели? Как получили? Нет, я просто спрашиваю. Уже что есть. В одной семье два ребенка, вот как бы. Один откуда-то заболел. Что есть, то есть. А у кого всех слабоу сахара нет? Мама была в Днепр... Я не про вас, не про сахар. Это инфекционное заболевание. Я понимаю, что инфекционное. В школе мало болели? Болели и в школе дети. Болел отчим. А? Отчим болел. А, Коля? Коля. Коля заболел. Да, яйца тогда есть нельзя было. Он не резал и свинью. А я знаю, что он заболел, кричал, когда завтрак готовит. Ешь сейчас. Самвел говорит, я не хочу. А он уже ему не хотелось. Я к тому говорю. А в школе тоже люди болели. Они резали свинью у драчка. У драчка. Резал и свинью. И Коля там был. И Коля заболел. От драчка. И заразил меня. Он драчка. Драчко. Что за ухо такое? Драчко, а фамилия такая? А, на работе. На работе был Саш. Он тоже лежал в больнице. Мы лежали все. Драчко. Я теперь вспомнила. Отчим и я в одной палате. Самвелка, я теперь вспомнила. А ты была в Днепропетровске. Тракторист. А ты была в Днепропетровске. А что вы? В смысле? За паласом ездила. Ну, я как раз уехала на день, на два. За паласом. А меня в больницу положили. Мы с тетей Валей ездили. Олег, тетя Валя, я поехали в Днепроп. Да. Здоровый дом получили мы. Шесть метров было. Днепропетровске. Я оттуда привезла. Угу, угу, угу. Да. Оттуда привезла. Палас тут. Как раз в то время, когда ты захватил этого. Да. Драчко он трактористом работал. Коля, видно, с ним общался. Оно же инфекционное. А что ты думаешь? Дети не болели? Дети же болели в школе. Как это корь? Говорят, второй раз не повторяется. Я не знаю, как Боткина. Раз если переболел, второй раз не болеешь. Так же и корь. Я болела пять лет корью. Поехала в Россию. А моя двородная сестра Маша, дедушка Новаси, сестры, дочь. Его племянница моя двородная сестра. Я с ней больше помогаю, чем с родной сестрой. И оттуда я заболела от нее. А потом весь класс дома. А я одна. Ну, для меня же не будут уроки вести. И я была дома. Они болели корью. А я второй раз не заболела. Тоже ж такая болячка. А вот скажите, я все время, знаете, вот... Инфекционно. Все время думаю.